Встреча с 90-летним юбилеем Тем более прошедшего Великую Отечественную войну Вот скоро состоится празднование 70-летней Великой Победы Очень много воспоминаний опубликовано Некоторые ветераны не любят вспоминать о войне Потому что считают, что это дело было не самое лучшее в жизни Конечно А некоторые, наоборот, создают мифы, выдумывают какие-то легенды Приукрашивают, романтизируют войну Вот как вы считаете? Не могли бы вы рассказать свои воспоминания о войне хотя бы кратко? Ведь вы прошли большой боевой путь Каковы ваши воспоминания о войне? Какой была война вашими глазами? Так, ну, моими глазами война была очень страшная Особенно в первой половине Потому что немецкая авиация, она была сильнее нашей Вот, а уже во второй половине появились новые самолеты у нас Вот, и другое оружие появилось И стало уже получше А когда вы пришли на фронт? В 43-м году Короче говоря, я работал на железной дороге У нас фронт можно было, немцы бомбили очень часто А поезда-то должны были приходить И мы работали, будь здоровы, сутками Вы имеете награды воевые? Нет, тогда мы о наградах не думали Лишь бы быстрее только пропустить поезд На фронт? Да И на фронт, и с фронта Но все-таки после войны награда нашла вас? Ну, после войны, значит так Короче говоря, в войну меня взяли когда? Это в минометный, в латышский минометный батальон Это были коренные латыши Но, видимо, были в ремесленном училище воздействии, там в ФСУ Вот, это молодежь была и был сформирован отдельно Вот, этот латышский минометный батальон Минометы 82 мм Вот Ну, латыши были такие Пять человек из Мурманска Это, видимо, в начале 30-х годов Зажиточных хуторян строить мурманский порт Туда отправляли Вот, потом семь человек с Дальнего Востока Это еще потомки, которые при Екатерине были из Латвии переправлены на Дальний Восток Короче говоря, пешком И как вам с ними воевалось? Вот Нормально Нормально А самое тяжелое воспоминание о войне, оно какое у вас? Самое тяжелое? У нас много было очень слабых командиров Не могли ситуацию понять правильно Вот Много очень было слабых командиров Но были ребята Вот лейтенанты, старшие лейтенанты Они уже прошли закалку И были отличны А вот сейчас очень много говорят о цене победы Цена, конечно, в 27-28 миллионов человек очень большая Да Советский народ понес самые большие потери Самые большие И ведь разрушено-то было сколько Вот У вас нет такого ощущения, что сегодня, когда военные действия опять идут на территории Донбасса, на нашей Родине Да Такое ощущение, что у нас украли плоды победы, которые далась такой большой ценой Да Или мы их утратили сами Как вы считаете? Лишились мы или может быть у нас украли? Украли у нас Украли Украли Это будет точнее А кто тогда, как вы считаете? Ну, это Которые какую-то власть имели Приходилось ли вам на войне убивать неприятеля? Ну, а как же А как же Не будешь убивать, тебя убьют Допустим, в одном месте сидел я с пулеметом, с ручным Вот Раз пальнул мою сторону немец Второй раз Ну, я перебрался в другое место Так, метров на пятьдесят отполз Вот Ямка хорошая Ну, думаю, гадина тебя сейчас Вот Смотрю, поднимается Ну, я приложился и с пулеметом ему очередь влепил Вот И потом, значит, как-то стояли мы в обороне Командир возвода отчаянный лейтенант был И он всегда меня с собой таскал Вот В одно место пришли, говорит, вот завтра здесь Выкопаем огневые И будем стрелять Вот Вот Ну, на второй день пришли, выкопали Миномет один притащили Вот Куда? Я говорю, вот по церкви бы то Я говорю, только мина то не будет падать куда надо Вот А что? Я говорю, да Оттуда же с колокольной стреляют по нашим По нашим огневым постоянным Вот Я говорю, вот давайте-ка вот этот сейчас хуторок Я говорю, вот это, наверное, скотный двор большой Ну и там Немцы пасутся Вот Ну мы, наверное, так десятка-полтора мин выпустили Крышу разрушили всю Вот И потом чего-то отмельклись Потом, говорю, товарищ лейтенант А босс немецкий Подходит к выемке К орудию Вот, значит Дал мне данные прицела Вот Я навел Значит, говорю, первая готова Одной миной И как раз угодили в головную подводу Прямо в повозку Мина попала И весь обоз остановился Ну я давай Направо под... Двину на пару делей Направо И весь обоз Расколошматили мы там А награды вам какие-то Во время войны? Затвали? Затвали Первый раз вот За расстрел этого обоза Был представлен Вот, а потом в другую часть И я не получил ничего Вот И потом в другой части тоже Подавил огневую точку Из пулемета Вот Тоже Но эту я получил Что немцев я убивал Так это Нужно было делать Иначе бы Я был убит Вот Так что И немцы тоже разные были Вот Вот допустим Нас В 45-м году Охранять лагерь поставили Вот Фитфебель здоровенный Такой Метра два Ростом Вот Чего такое Стали говорить Думал Кормите вы очень хорошо нас Лучше чем мы пленных кормили Вот Ну вот Немножечко бы Сливочного масла Вот Я ему и говорю Слушайте А Вам Хлеб с опилками давали? Да вы что? Я говорю А вы наших Пленных Кормили хлебом с опилками Где опилок больше чем у и было Какой самый тяжелый был для вас момент во время войны? Самый тяжелый Значит отправили нас к фронту Работать еще до призов в армию Прибыл состав с боеприпасами И немцы Стервейцы Первым снарядом Попали в вагон С боеприпасами И этот состав взрывался Вот Это был ад У меня сразу Появились Седые волосы Вот Расскажу Я вам такую вещь Значит Стояли мы в обороне В Лычковском районе Это было дело Траншеи И выкопанного Весь рост Ну там Дежурные Ходят С оружием По траншеям Вот Приехал откуда-то из штаба Полковник Вот значит Пошли они С нашим лейтенантом По траншеям Вот Я говорю Товарищ полковник Вы бы сменили фуражку то свою Ты трус Чего тут бояться Ну и в результате Снайпер Пулю в голове Ему Влепил Многие во время войны И вы Наверное в том числе Воевали с лозунгом За Родину За Сталина И Родина Эта была Советский Союз А сейчас Вот Фактически исчезла С распадом Советского Союза Вот та Родина За которую воевали Как вы считаете Родина Сейчас не будет Такого энтузиазма воевать Как тогда А патриотизм? И Патриотизм Он Тоже будет Никудышный Почему? Почему? А потому что кто-то будет на этом Карманы набивать А кто-то Почему вообще воюют люди? Ну видите Некоторые считают Что Можно разбогатеть За счет этого Допустим Кусочек земли Прихватить Получше Вот А вам нравится Как вот сейчас Вот В 2015 В 2014 В 2014 Году Отмечают День Победы Сейчас жизнь Нормально идет Но Меня вот Читая газеты Очень много Развелось Прохиндеев Которые Наживаются Очень Когда Шойгу Уже стал министром обороны Вот И он Он Вскрыл Воровство Большое Денег Значит Командующий Там Округом Или кто Хрен Построил Себе Дачу Это кто Предатели Вредители Вредители Хуже Всего Они Они И что И что делать И что делать Он 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 Немножечко Слабывает Профессиональный А Профессиональный Он И что И И И И И И И И Это Ваш Интересный Рассказ О жизни Еще раз Поздравляю вас С праздником Победы Спасибо